Сегодня на занятии мы с вами поговорим о том, как можно заблокировать спамеры в социальной сети Twitter. Как и в любой сети, в Twitter есть спамеры. Они от вашего имени рассылают сообщения нужной им информации. Они могут писать рекламные проспекты с ссылкой на свои сайты. Естественно, никому это не нравится. Я с этим столкнулась, начиная с лета этого года. Начала замечать, что от моего имени рассылается ненужная мне совершенная информация. И вот давайте сейчас мы посмотрим, как можно заблокировать те сообщения, тех спамеров, те аккаунты, которые рассылают рекламу и спам от нашего имени. Если вы... Для начала давайте научимся просматривать наши сообщения. Если вы используете клиент Silver, то нужно нажать на этот клиент и перейти на вкладку с названием вашего аккаунта. Здесь будут все сообщения, которые идут от вашего имени, и твиты, и ретвиты. Если вы наведете курсор на ссылку сокращенную, то рядышком будет всплывать окошко с названием того сайта, на который ссылается данная ссылка. В данном случае ссылка действительно, она ссылается на сайт informatic-урок.ru с названием категории, с названием статьи, все нормально. А вот данное сообщение, во-первых, имеет текст совершенно противоположный учебному, тот, который написан на этом сайте. И, соответственно, совершенно непонятного содержания ссылка. То есть ссылка на тот сайт, который данный спамер рекламирует от имени Informa.vig. Значит, что нужно делать? Первый способ, давайте я вам покажу, как найти этого пользователя, вычислить его в профиль в твиттере. Способов есть два. Первый – выделить его имя и найти, ну, а второй – перейти в профиль, используя вот путь, нажав на ссылку, потом на его имя и так далее. Давайте мы с вами теперь откроем twitter.com. В строке поиска введем имя этого пользователя, нажмем Enter и, соответственно, перейдем сейчас в его профиль. Вот вы видите здесь его профиль. Переходим вот сюда, нажимаем на его имя, переходим в профиль и просматриваем сообщения, которые он рассылает. Все сообщения на одну тематику, нас эта тематика не устраивает, не интересует и не хотелось бы, чтобы от нашего имени рассылались данные сообщения. Что делаем? Нажимаем на треугольничек, вот сюда, в выпадающем списке, выбираем. Либо же удалите списком, но лучше всего рассылает спам. И таким образом мы внесем его в черный список и покажем твиттеру, что данный аккаунт рассылает спам. Что означает надпись в черном списке? Это значит, что этот пользователь не будет виден тем, кто будет подписываться на ваш канал и просматривать тех, кто вас читает. И, соответственно, ваш аккаунт тоже не будет виден вот у этого пользователя твиттера до тех пор, пока вы его не исключите из черного списка. Если у вас нет твиттер-клиента, то как вычислить этих пользователей? Ну, опять же, все очень просто. Нужно перейти в свой твиттер, я сейчас переведу язык английский, нужно перейти в свой твиттер, на главную страничку, и перейти на вкладку «На связи». Здесь нажать «Упоминания» и, соответственно, просмотреть всю ленту тех сообщений, которые исходили от вашего имени. Давайте опустимся чуть ниже, так как эти сообщения были ранее отосланы от имени. Сейчас твиттер подгружается, пролистаем, просмотрим. И вот идет ряд сообщений, была видна какая-то атака. И ряд сообщений, которые идут от моего имени, кстати, не только от моего, а еще от одного человека. Рекламируются рецепты, салаты, рецепты с фото. Мне не нравится такая прямая реклама, поэтому хотелось бы этого человека тоже внести в черный список, так как не оговаривалась реклама от моего имени его продукта. Если мы с вами просто введем имя Прохор, то будет очень много имен. И как найти того, который нам нужен? Ну, давайте я вам покажу тот способ, который мы предыдущие использовали. Прохор. Значит, как вы видите, много тех, кто подписался таким именем. Как найти этого человека? Ну, по фотографии. По фотографии найти и все то же самое. Переходим на его канал, в его пользовательский профиль и добавляем черный списочек. Нужно не вводить это имя, а сразу же перейти в его канал, переходим в его профиль. То есть кликнули по ссылке его имени, перешли в профиль. Нам не понравилось, что он от нас рассылает. И мы с вами отнесли его в черный список, указали, что он рассылает с пап. Давайте еще раз перейдем на вкладку на связи, упоминания. И таким образом, просмотрев абсолютно все свои сообщения здесь на вкладочке, вы можете, соответственно, определить, кто рассылает спам, либо же рекламу, занести их в черный список и заблокировать этих пользователей. С вами была Дончик Виктория Павловна. До новых встреч!